Всем привет! Решил рассказать про одно очень интересное приложение. Это список задач, который называется Wanderlist. Главное меню программы выглядит, ну, главная рабочая область программы выглядит вот таким образом. Здесь мы можем добавить задачу. В данном случае, если нам нужно что-то купить, мы можем купить... Ну, что нам нужно купить в данном случае? Ну, хлеб чаще всего, да? Добавляем задачу. Вот у нас появился хлеб. Данную задачу мы можем поручить кому-нибудь. Допустим, вот можем Саиде поручить установить срок, когда нам нужно его купить. Предположим, до 31-го нам нужно будет купить хлеб. Повторять, если мы периодически будем повторять. И напоминание, чтобы было напоминание, чтобы не забыть, когда именно нам нужно купить этот хлеб. Например, в 15.00 подойдет. Сохранить. Вот в 15.00 он напомнит, что нужно купить хлеб. Можно также добавить под задачу, еще что-нибудь, ну не важно, что там, сметана. Да? Да. Сохранить. И можно добавлять несколько под задач к этой основной задаче. Также можно добавить заметки какие-нибудь, где именно купить, какой именно купить хлеб. И прикрепить даже можно файл. Фото. Сделать фото хлеба того же. В общем, достаточно такой, обширные возможности. Кстати, в Pro-версии есть очень интересная особенность, такая, как комментировать данные задачи. Вы можете написать комментарий о том, какой именно хлеб нужно купить. Потом вам ответят, допустим, что такого хлеба не было, был другой, покупать, не покупать. Так же задачи могут быть поручены нескольким людям, которые есть у вас в списке контактов, которых вы можете пригласить. Вот, допустим, если у меня рабочие здесь моменты, да, я могу вот таким образом пригласить человека, пригласить друзей. И у меня будет здесь список контактов, которые могут получать эти поручения. Точно так же поручено, устанавливаете, кому вы поручили эту задачу, устанавливаете срок и все остальное. Прикрепляете файлы. Допустим, вот переписка какая-то тут уже была. Вот здесь тоже переписка какая-то была. Вот, видите, можно обсудить что-то, данную задачу. В общем, как для личного ведения дел, так и для рабочих каких-то моментов, очень удобный органайзер. Крайне вам его рекомендую. Если вы зарегистрируетесь по ссылке из описания, то вы получите месяц использования Pro-версии бесплатно. Еще хотел отметить, что у этого приложения есть веб-версия, есть приложение для хрома. Ну, примерно так это все выглядит. То есть, вы можете создавать задачи в браузере, что тоже является очень удобным. Задачи из браузера и из телефона, естественно, синхронизируются. Центр уведомлений показывает, что когда было, что когда произошло. Ну, собственно, все. Настройки можно еще посмотреть. Ура, теперь у вас Pro. В Pro-версии, как я уже говорил, есть комментарии. Можно добавлять файлы. Можно фон менять там на какие-то более красивые. Ну, есть больше возможностей у Pro-версии. И я повторюсь, если зарегистрируетесь по ссылке, то будет у вас на месяц Pro-версия бесплатно. А вот таким образом выглядит это приложение на планшете. Порученные мне, вот, допустим, MSK тоже самое. То есть, планшетная версия выглядит как-то вот так. Спасибо за внимание. Пока. Продолжение следует... Пока. 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 Пока.